это кто и зачем придумал русских часть 1 сейчас мы сейчас мы все узнаем здравствуйте дорогие друзья на ю тубе есть видео под названием кто и зачем придумал русских которая в достаточно грубой провокационной форме раскрывает тезис что русские искусственно выдуманный народ никак не связаны с киевской руси и якобы история это подтверждает до очередная провокация хохлов однако цель рассматриваемого видео не обращение к истории чтобы разобраться в вопросе а высказывание субъективных домыслов для подогревания ненависти между простыми обывателями меня несколько раз просили разобрать это видео но я отказывался поскольку она является полнейшим бедом однако люди охотно верят даже такому поэтому сегодня мы постараемся разобрать те утверждения которые присутствуют в разбираемом ролике автор видео сразу же выдает нам основную мысль россии сушить это должно быть какой-то популярный исторический канал потому что у них 128 тысяч подписчиков но мне первый раз заказывают видео с этого канала и и киевская русь не имеют ничего общего существует два фундаментальных исторических постулата на которых строится вся политика москвы в отношении украины это тезисы о том что а ну то есть понятно сразу сразу про украину сразу понятно кто кто это видео сделал русские и украинцы это один народ и киевская русь прародительница россии но насколько крепок этот фундамент и существует ли он вообще потому что без этих двух утверждений само существование российской федерации становится абсолютно бессмысленным киевская русь это основа мифологии российской империи убери ее и вся империя станет кшиком утверждается что все да если если как бы убрать генезис возникновения как бы мифы которые возникали когда-то то все придется отменять империи то есть вы хотите сказать что значит я не знаю если родословную уиндзоров каких-нибудь подвергнуть критическому переосмыслению что там нельзя вести свою генеалогию от морского чудища или там как японцы от богини солнца матерасу то все значит пиздец государственности все должно исчезнуть он о чем стояла российская империя пшик огромная по своим размерам и влиянию государства теряет всю свою ценность и весь свой смысл если убрать якобы мифа киевской руси к истории у него на значке ежесармат да это утверждение не имеет никакого отношения автор заранее настраивает зрителя на негативное восприятие преемственности между киевской руси и россии но я внесу сюда волю историй россия действительно является преемницей киевской руси однако эта преемственность отличается от преемственности например российской федерации и ссср в конце двадцатого века преемственность российской федерации носила в большей степени правовой характер когда же мы говорим про киевскую То есть здесь речь идет о единой исторической и культурной линии. В течение веков одни государства исчезали, и на их месте появлялись другие. Но это не значило, что новые государства появлялись из воздуха, старые версии людей удалялись, и из Эдема высылались обновленные. Новые государства зарождались на останках старого, перенимая от него по наследству культуру, обычаи и нормы. И на этом фундаменте продолжалось развитие. Ярким примером подобного может выступать Византия, граждане которой всегда считали себя римлянами, а не какими-то византийцами. Или еще Священная Римская империя, императоры которой к настоящему ему не имели никакого отношения, но свято верили, что они их преемники и всячески старались перенимать опыт своих предшественников. Да, или современная Румыния, например. Современные румыны тоже в полной уверенности, что они как бы наследники Римской империи. В истории существует множество подобных примеров, но автор видео обещает нам наглядно продемонстрировать, что Россия нагло присвоила себе Киевскую Русь. Чтобы не быть голословными, давайте снова вернемся в вооруженную палату Московского Кремля, а выводы сделайте сами. Итак, по поводу описания канала, да, стерим я же сармата, ну это как бы не я писал, это техподдержка наша замечательная. Видимо у техподдержки тоже дислексия. В рамках традиционной российской истории засилье так называемого восточного оружия с религиозными надписями на арабском языке на территории Московии выглядит достаточно странно. Причем совершенно доподлинно известно, что это оружие массово изготавливалось русскими мастерами. Правда, если, конечно, уместно для тех времен употребление слова «русский». Половина шапок и ерихонских, являющихся важной частью торжественного воинского наряда русского царя, имеют религиозные арабские надписи. Поразительно, что другие языки, кроме арабского, при этом не используются. Есть даже парадоксальный пример соседства чуждых друг другу религиозных. Ну, дамассская сталь, все дела. То есть наличие арабской вязи на оружие, это как сертификат качества в тот период. ...возных символов. Так, на шапке ерихонская Михаила Федоровича Романова, работы мастера оружейной палаты Никиты Давыдова, 1621 года, помещена арабская надпись с изречением из Корана. Ну, там в половине случаев это было даже, вот у Ивана Грозного на шлеме у него там было тоже шахада написано. ...седствующая с православными крестами и образом архангела Михаила. В целом... Ну, так они не знали значения, в общем-то, этой арабской надписи. ...слеживается следующая, поразительная с точки зрения внушенной нам версии русской истории, картина. Арабские надписи обычно присутствуют на традиционном русском княжеском вооружении. Этот достаточно короткий отрывок требует глубокого объяснения, поэтому давайте по порядку. Начнем мы с ерихонских шапок. Считается, что они появились в Турции в 15-16 веках. Изначально они имеют восточное происхождение. Автор... Да, техподдержка, уважаемая, как бы поменяйте, пожалуйста, название стрима, а то что это такое, у нас там ошибки орфографические какие-то. ...видео сказал следующее. Как можно в слове стрим сделать две ошибки? Половина шапок и ерихонских, являющихся важной частью торжественного воинского наряда русского царя, имеет религиозные арабские надписи. Поразительно, что другие языки, кроме арабского, при этом не используются. И он абсолютно прав, потому что считается, что названная им половина шапок и ерихонских прибыла в Россию из Турции в виде даров от султана вместе с купцами или награбленной добычей. Впоследствии на их основе русские мастера создавали подобные шлемы уже в России. Считается, что из Турции были привезены шапки Алексея Михайловича, князя Мстиславского и боярина Прончищева. Есть также кучумовская шапка ерихонка, названная так по имени сибирского хана кучума, а следовательно, также прибывшая к нам из исламской страны, что не вызывает вопросов к присутствию там арабской вязи. Особое место занимает еще один шлем. Слушайте, у нас уже сегодня первый стрим на этом канале, уже почти две тысячи человек подписалось. О, это круто. В музее Московского Кремля хранится шлем Александра Невского, на котором отчетливо различима арабская надпись каноническим арабским шрифтом. Так, наша... Все подписывайтесь пока что на этот канал. Киерихонская Михаила Федоровича Романова работы мастера оружейной палаты Никиты Давыдова 1621 года помещена арабская надпись с изречением из Корана, соседствующая с православными крестами и образом архангела Михаила. Если вы были внимательны, то могли заметить, что вам показывают один и тот же шлем. Автор пошел на эту хитрость осознанно, чтобы придать вес своим словам. Благодаря этому становится понятна цель автора ввести зрителя в заблуждение. Речь идет о шлеме Михаила Федоровича, владение которым ошибочно приписывали Александру Невскому. В глаза действительно сразу бросается соседство символов двух религий. Ради этого шлема я откопал книгу Федора Солнцева «Древности российского государства», изданную в 1849 году, в которой исследователь повествует, что руке уже упомянутого русского мастера Давыдова принадлежит не сам шлем, изготовленный в Азии, а лишь драгоценное украшение и изображение архангела Михаила. И даже если сомневаться в этом утверждении, у нас все равно есть минимум две версии. Первая, что шлем создан по турецкому образцу, а вторая, что уже готовый шлем был доработан мастером. Однако это еще не все. Итак, в рамках традиционной российской истории засилье так называемого «восточного оружия» с религиозными надписями на арабском языке на территории Москвы выглядит достаточно странно. Причем совершенно доподлинно известно, что это оружие массово изготавливалось русскими мастерами. Правда, если, конечно, уместно для тех времен употребление слова «русский». Человек, который уже несколько раз пытался нас обмануть, говорит «доподлинно известно», не приводя никаких доказательств. Ну да ладно, попробуем разобраться. Автор снова пытается ввести нас в заблуждение, говоря фразу. Причем это оружие не трофейное, а изготовленное русскими мастерами в оружейной палате для русских воинов. Совершенно не уточняется характер оружия, который хранится в оружейной палате. Если вы решите посетить этот музей, то действительно сможете увидеть там оружие, украшенное арабской вязью, которое было создано в России. Но экземпляров будет единицы. Однако вы сможете также увидеть оружие, украшенное иными узорами восточного, западного и южного происхождения. Недавно в комментариях урестник Кабури. Потому что оружие, которое украшают, делают для обеспеченного человека, который может за него заплатить. Для простых вояк никто ничего не украшал, отдавая предпочтение практической составляющей. Думать на основании нескольких декоративных сабель, что все русское воинство было изрисовано арабской вязью, крайне неразумно. Но мы пойдем дальше и попробуем ответить на вопрос об отношении в России к арабской вязи. Территориально Россия находится на перепуте между востоком и западом. Следовательно, культурный обмен был достаточно активен. Еще в 9-10 веках арабские... Спрашивает он, всерьез эти банальности затирает? Ну, смотри, если бы это была банальность, люди бы не спрашивали про это. Люди бы сами знали, что ответ на этот вопрос и знали бы, что этот ответ является банальностью. Купцы и путешественники добираются до территории Руси, оставляя свои описания увиденного края. Наиболее яркие записки, дошедшие до нас, принадлежат Перу Ахмеда и Бенфадлана. На пути из арабского мира к территории Руси стояла Волжская Булгария, в которой также использовалась арабская вязь. Булгары, благодаря своей территориальной близости к Руси, находились с ней в тесных контактах. Вместе с нашествием монголов... Он уже сказал про дамасскую сталь. ...и установлением вассальной зависимости, контакты между Руссией и странами Востока стали еще активнее. Арабская вязь не была редчайшей диковинкой в русских землях. И еще... Пишут, Зеленский победил. Ну, будем надеяться, что он действительно агент Коломойского и агент ФСБ в конечном итоге. ...во времена Дмитрия Донского, когда князю разрешили чеканить монеты на московских деньгах... Мы сегодня в начале стрима смотрели видео этого, господи, Вольнова, который всячески агитировал голосовать за Порошенко против Зеленского. ...с одной стороны было изображение князя, а с другой стороны арабское письмо с пожеланием долгих лет жизни, ...тахтамышу. В дальнейшем, вместе с расширением русских земель на восток... А, будет второй тур все-таки. Ну, это другое дело. ...в составе России оказались народы... А вдруг победит Порошенко, представляете? В Украине в любом случае пиздец. ...у которых арабская вязь была основой письма. И ничто не мешало, например, татарским купцам продавать украшенные по восточному образцу сабли... ...пишет, низкая рентабельность, ха-ха-ха, только СССР был второй экономикой мира по уровню ВВП. ...отличная низкая рентабельность, еженовое слово выучил. А, чувак, ты понимаешь, что ты только что перепутал ВВП абсолютное с ВВП на душу населения? Потому что по ВВП на душу населения Советский Союз никогда не поднимался выше 30-го места. Даже в самые лучшие годы. Абсолютное ВВП это просто уровень в... Ну, грубо говоря, это количество выработки промышленной продукции. Только проблема в том, что внутри самой страны при этом не хватало очень многих товаров народного потребления, там, да, начиная от туалетной бумаги и заканчивая одеждой, там, я не знаю, еды и прочего. То есть, да, охуенно. Только проблема в том, что ты перепутал все. Как бы я тебя поздравляю с этим. ...русских ярмарках, находившимся на службе у царя татарам, заказывать подобное оружие для себя. Поэтому... Уровень благосостояния внутри общества, он определяется не ВВП как таковым, а ВВП на душу населения. Это совершенно другой параметр. ...в условиях тесного взаимодействия между соседствующими культурами, удивляться присутствию некоторых их элементов и выдавать это за некое отклонение от нормы, крайне не раз... Какое, допустим, тебе разница, что, ну, вот, допустим, в твоей стране выплавляется больше всего чугуна, но при этом сам ты сидишь в нищете в коммуналке с пальцем в жопе. То есть, ну да, ты можешь, конечно, гордиться своей страной, там, тебе в газете написали, что «Мы обогнали Соединенные Штаты Америки по количествам и темпам выплавки чугуна, ура, товарищи!» И ты такой «Ура!» Но ты-то как бы с этого нихуя не имеешь, понимаешь, в чем проблема. Разумно. Но не только в землях Руси фиксируется арабская вязь. Известно, что на коронационной мантии Священной Римской империи также присутствует арабское письмо. На этом закончим с арабской вязью и перейдем к следующему тезису. Монгольская империя является прародительницей российского государства. Татаро-монгольская ига в официальной истории России рассматривается очень коротко и представляется в негативном свете. А в исторической же реальности все было с точностью до наоборот. Это был период становления той империи, которая потом стала Россией. И этим периодом следовало бы гордиться, если в конце концов признать тот неоспоримый факт, что отцом российской государственности был хан Батый, а русские князья присягнули ему в верности. С таким же успехом мы можем заявить, что отцами испанской государственности являются арабы, английские норманы, украинские поляки, греческие... Ну как бы так и есть вообще-то. Действительно так. А в чем проблема? ...турки, польские, финские русские, армянские персы, индийские англичане. Так и есть. А помимо Руси, монголы также одарили государственностью Китай, Грузию, Иран, Корею. Да, да. Опять-таки тоже исторический факт. То есть, а в чем проблема? Подобных примеров можно продолжать долго, но это глупость. В истории известном... Нет, это не глупость. ...множество случаев, когда одна страна оказалась захвачена другой. Неоспоримым является тот... Не-не-не, подождите, подождите. Одно дело захват, когда у тебя уже была государственность, и тебя кто-то завоевал, и, значит, просто там, я не знаю, навязал свое управление, заставил дань платить. И совсем другое дело, когда твоя культура и твоя государственность, она, в общем-то, и сформирована этими пришлыми людьми, исходя из, в общем-то, того, что в политологии называется теория насилия, да. То есть, одна из основных теорий и генезиса государственных отношений как таковых. Так что это, в общем-то, разные вещи. ...факт, что захватчик влиял на присвоенные территории, но очень некорректно называть подобное влияние основанием государственности. Завоевание... Не, ну если у племен, которые завоевал захватчик, до захватчика не было никакой единой государственности, а потом она возникла, то, собственно, извините. Мы вообще генезис российской государственности с какого момента ведем? Если с призвания Рюрик, тогда все нормально. А если вот у нас только с момента образования Российской империи, то есть только с Ивана Грозного, тогда, извините, как бы, но... Монгольское влияние отрицать странно. ...могло привести к активизации определенных процессов, нацеленных на объединение ранее разрозненных княжеств или заимствование некоторых элементов у захватчика, как, например, ямская служба в России, перенятая у монголов. Но считать, что вся государственная структура была взята от монголов неразумно, так как подтверждений этому нет. Наоборот, исторический процесс демонстрирует нам развитие государственных... Пишет, потому что нужно расставлять приоритеты, когда у нас страна находится в перманентной опасности среди врагов, то не до туалетной бумаги. Подожди, а почему тогда в Америке, как бы, все было нормально с туалетной бумагой и супермаркетами, даже в условиях, когда количество стран в соцлагере, оно постоянно росло? То есть, там ведь действительно был момент в 20 веке, когда казалось, что коммунисты, они побеждают в холодной войне, особенно после поражения США во Вьетнаме. Но почему-то у них никак не начались в этот период перебои с туалетной бумагой, с едой, с колбасой, с одеждой. У них, по-моему, все нормально было. По-моему, тут проблема как раз не в том, окружен ты, значит, кольцом врагов или нет, а проблема в том, какая у тебя экономика внутри страны, какая у тебя экономическая система. То есть, если у тебя конкуренция и рынок, это одно, да, потому что капиталисты конкурируют друг с другом за рынки сбыта продукции. Поэтому приходится, да, они вынуждены предоставлять товары более высокого качества по более низкой цене, потому что в противном случае ты просто не победишь в конкуренции, ты разоришься и уйдешь с рынка. И совсем другое дело, когда норму, там, потребления колбасы и одежды и туалетной бумаги за тебя высчитывает, как бы, протократ, который сидит в Кремле и он просто галочки ставит, да, он там работает в Госплане где-нибудь, в здании, где сейчас Госдума, значит, располагается. Там раньше было здание Госплана. Вот он сидит, как бы, и решает, сколько ты должен, там, колбасы съесть в день и прочее, прочее, прочее. Ну, охуенно, замечательно. Старственное управление в сторону, совершенно противоположную от монгольского варианта. Кольцо врагов, да, кольцо врагов, только это кольцо врагов, оно располагалось не во внешнем, как бы, значит, не за границами страны, а оно располагалось вот в пределах МКАДа, значит, оно находилось, как бы, внутри здания Госплана, эти враги все располагались. Продолжая тему монгольского нашествия, автор уверяет, что оно не стало большой бедой для русских князей. Дело в том, что нашествие монголов на Москве в 1237-1241 годах не стало большой бедой для многих русских политиков того времени. Наоборот, они даже улучшили свое положение. Летописи особенно не скрывают имен тех, кто был... Пишут, Америка имеет контроль практически на всем континентам, к какой страны на них могли напасть нищие социалистические страны. Ну, во-первых... Я вот не понимаю этого желания. По поводу того, что США контролировал весь континент. Ну, Советский Союз тоже контролировал большую часть Евразии, например, да, и вообще страны соцблока в 20 веке, они контролировали большую часть Евразии совокупно. По поводу того, что страны соцлагеря были нищие, как ты сам выразился. Ну, опять-таки, а ты задайся вопросом, почему они были нищими? Как так получилось? То есть это что, это рептилоиды, ротшильды в штаны насрали? Или это вы сами не в состоянии устроить нормально свою экономику, чтобы не быть нищими? По поводу того, кто мог напасть на США. Ну, во-первых, в разгар карибского кризиса ядерные ракеты были на Кубе установлены. Во-вторых, собственно, Советский Союз мог просто напасть, да, своими силами и своими ракетами на США. Плюс, в общем-то, Латинская Америка, там тоже левые настроения были очень серьезные. Опять-таки, с территории Мексики можно было постоянно засылать какие-нибудь террористические группы, вести коммунистическую пропаганду внутри самих США. Что, кстати, сейчас уже в постмаккартистский период активно происходит, потому что там, наверное, половина американской профессуры — это марксисты или люди, которые по взглядам как Берни Сандерс. Господи, да у них Берни Сандерс, блядь, один из, значит, хедлайнеров демократической партии современной. То же самое, собственно, во всех колониях тоже можно было вполне бороться против капиталистов. Там Юго-Восточная Азия, Европа и прочее, прочее, прочее. То есть, грубо говоря, Америку можно было отрезать от всех колоний, от всех поставок ресурсов, сделать весь мир социалистическим. И большая часть мира на тот момент была социалистическим, потому что количество социалистических стран только увеличивалось, увеличивалось, увеличивалось до определенного момента. И плюс американцы как бы обосрались во Вьетнаме. Такие дела. То есть они на территории Вьетнама сбросили больше бомб, чем все страны, которые воевали во Второй мировой войне, но при этом все равно войну проиграли. Это тоже был очень сильный удар.